Добрый день, меня зовут Александр Рожков, я доцент высшей школы экономики. И сегодня мы будем обсуждать сегменты в интернет-экономике. Прежде всего мы обсудим, какие бывают сегменты, что нужно сделать для того, чтобы выбрать правильный сегмент для вашей компании, и каким образом можно разрабатывать и тестировать гипотезы о ваших сегментах. Что такое сегмент? В маркетинге сегментом называется группа людей, которые имеют схожие потребности и схожим образом их удовлетворяют. Соответственно, целевая аудитория компании — это тот сегмент, один или несколько, который компания выбрала в качестве основных для своей деятельности и для разработки продукта. Существует много критериев, по которым можно разделить потребителей на сегменты. Это пол, возраст, география проживания, доходы, стиль жизни, все что угодно. В связи с воздействием интернета на потребительское поведение, в связи с изменениями в потребительских привычках и в обществе в целом, эти критерии сегментации не всегда являются действенными в настоящее время. Поэтому я рекомендую использовать потребность ваших клиентов как основной признак для объединения их группы. Дальше мы рассмотрим, какие сегменты встречаются на рынке в зависимости от типа рынка и типа продукта. В зависимости от типа продукта и рынка выделяют следующие случаи. Первое — это массовый рынок. Легко представить рынок бытовой техники. Все хотят купить холодильник или микроволновую печку. И потребность, которую люди пытаются удовлетворить, она примерно у всех одна и та же. В этом случае смысла выделять отдельные сегменты в общем-то нет. Потребители могут покупать те или иные продукты в зависимости от своего дохода или каких-то еще соображений. В другом случае, если мы, например, посмотрим на рынок комплектующих, запчастей, можно четко выделить отдельные сегменты, где компании будут покупать именно то, что нужно им для поддержания своего парка техники. То есть выделяются отдельные группы потребителей и между собой они мало пересекаются. Бывают ситуации, когда компания очень много знает о клиенте, например, банк или ваш сотовый оператор. Они могут посчитать, сколько денег вы тратите в месяц, какие риски связаны с вашим типом поведения. В принципе, они знают даже то, что вы покупаете в супермаркете. Поэтому, когда вы приходите в банк и обращаетесь за кредитом, в этой ситуации банк предлагает вам именно ту ставку процента, которая оптимальна лично для вас. И в этом случае мы имеем дело с дробным сегментированием. То есть для каждого клиента подбирается так или иначе персонализированный продукт. Существуют предприятия, которые одновременно работают и с конечными потребителями, и с бизнес-клиентами. Например, компания Amazon предоставляет услуги по хранению и обработке данных как для частных лиц, так и для компаний. Но для Amazon и подобных фирм важно помнить, что требования, которые предъявляют клиенты к ее продукту или сервису, они значительно отличаются. И те инструменты, которые она использует для работы с конечными потребителями, зачастую не подходят для работы с бизнес-сегментом. Еще можно выделить многосторонние платформы, например, компанию Google, которые разрабатывают нечто похожее на общую площадку для взаимодействия конечных потребителей и компаний. Например, Google предоставляет поисковый сервис для конечных потребителей и в это время привлекает бизнес в качестве рекламодателей на своих сайтах. Или привлекает потребителей в качестве клиентов в Google Play Market, и компании выступают здесь поставщиками контента или программного обеспечения приложений. И в этом случае тоже очень важно использовать именно те инструменты для каждого из этих направлений, каждого из этих сегментов, для того, чтобы привлечь и заинтересовать потребителей. Для того, чтобы эффективно работать со своей целевой аудиторией, с выбранным сегментом, нужно его достаточно хорошо изучить и исследовать. Если у вас нет большого бюджета на исследование, можно использовать относительно простой, но эффективный инструмент под названием портрет потребителя. Методика портрет потребителя предполагает создание фиктивного персонажа, вашего вымышленного покупателя. Создавая такой персонаж, вы придумываете для него имя, придумываете, где он работает, что покупает, что делает в свободное время, какой у него месячный доход и с кем он общается. И все это позволяет вам более-менее точно смоделировать вашего потребителя. То есть вы не ориентируетесь только на одного человека, вы ориентируетесь на весь сегмент. Но вот этот конкретный портрет, который вы можете даже распечатать и повесить на стенку в вашем офисе, он позволяет вам приблизиться к потребителю и детально проработать разные аспекты его жизни. Например, понять, какой у него распорядок дня и какие именно проблемы возникают в тот или иной момент – утром, вечером, после работы или во время работы. И каким образом ваш продукт способен решить эти проблемы. Это как раз самое важное, что вы можете получить, используя эту методику. Еще один очень важный момент – это разные сегменты потребителей. Вы можете продавать один и тот же товар совершенно разным сегментом, но помните, что при этом и ваши коммуникации, и та потребность, которую вы удовлетворяете, будет для этих сегментов различной. Это необходимо помнить при создании коммуникации, при оформлении сайтов, при создании промо-страниц в интернете, то есть, в общем-то, во всех аспектах деятельности. Следующий момент, который я хотел бы затронуть, – это различие между потребительским рынком и коммерческим рынком, или промышленным, как его называют. Одно из главных различий – это бюджет. Какой бы ни был доход у вашего потребителя, частного клиента, объемы закупок компаний на порядке превышают эти бюджеты. Соответственно, если вы разрабатываете какой-то продукт или услугу, всегда помните, что бизнес является более щедрым клиентом для вас. То есть, вы можете работать с гораздо меньшим числом клиентов, создавая меньшее количество продуктов, но они будут более сложными, и компании будут готовы заплатить за ним больше деньги. Второй важный момент – это то, что на промышленном рынке или среди бизнес-клиентов гораздо проще понять, какую ценность хотят клиенты видеть в вашем продукте. Обычные покупатели не всегда способны проанализировать и полностью понять свои потребности. Потом, после массированной рекламной кампании, они купят ваш продукт и поймут, как им его не хватало. В то же время, бизнес-клиенты всегда являются более квалифицированными. Соответственно, все закупки они проводят, исходя из потребностей бизнеса и тех бизнес-целей и задач, которые стоят перед их компанией. Поэтому обычно они всегда более отзывчивы на ваши предложения и проще формулируют, что им именно нужно от вашего продукта. И нужно отметить, что те методики развития клиентов или customer development, о которых вы уже знаете или еще только услышите, они одинаково хорошо работают и на потребительских рынках, и на коммерческих рынках. Нужно помнить о том, что между потребительскими и коммерческими рынками существует еще ряд различий, коренным образом влияющих на ваш бизнес, когда вы пытаетесь продать свой продукт. Во-первых, коммерческие клиенты достаточно медлительны. То есть, если вы получили согласие на покупку вашего товара, это не означает, что завтра вы получите деньги. Процесс согласования может быть очень длительным, и фактически платеж может поступить к вам через месяц или полтора. Соответственно, когда вы планируете ваши продажи, вам необходимо на этот срок иметь портфель клиентских заказов, который вы будете постепенно исполнять, и никогда не останетесь без денег на счету для текущей работы. Второй важный момент — это те каналы, по которым вы можете привлечь клиентов. Частных клиентов на потребительских рынках больше всего привлекает реклама в средствах массовой информации, реклама в социальных сетях, в интернете. Для корпоративных клиентов оптимальными каналами коммуникации являются различные специализированные мероприятия, выставки, ассоциации, также очень эффективные прямые продажи, то есть непосредственный контакт между членом вашей команды и представителем покупателя, где вы можете объяснить, в чем ценность вашего продукта, а потенциальный покупатель может рассказать вам, какие проблемы стоят перед бизнесом. Ну и следует помнить, что тот объем сделок и объем экономических операций, которые происходят на коммерческих рынках, он на порядок больше, чем объем потребительских рынков. Поэтому, выбирая целевую аудиторию, помните об этом важном моменте. Портрет потребителя как инструмент исследования вашей целевой аудитории также эффективен и на коммерческих рынках. Но в этом случае больше всего вас интересует не персональная жизнь и хобби и привычки вашего клиента, а в качестве такого персонажа для исследования вы выбираете одного из сотрудников компании покупателя. И дальше описываете его должностные обязанности, кому он подчиняется, кто входит в его подчинение, какой круг задач в компании он курирует и, что самое важное, какие ключевые показатели работы для него установлены в компании. В зависимости от всего этого вам будет гораздо проще понять, в какой логике он принимает решение о покупке и кто может на него повлиять. Что очень важно отметить, на коммерческом рынке очень редко решения принимаются единолично. Даже если вы работаете с генеральным директором, всегда у него есть люди, ответственные за анализ рынка и подготовку вариантов. Есть люди, которые курируют бюджет и которые имеют последнее слово при подписании финансовых документов. Есть, наконец, именно те пользователи, которые непосредственно будут работать с вашим продуктом или сервисом. Все эти люди или отделы компании имеют какое-то влияние, прямое или опосредованное, на процесс принятия решения. И когда вы анализируете вашего корпоративного клиента, об этом очень важно помнить. Когда мы говорим о интернет-экономике, очень часто мы рассматриваем инновационные продукты и сервисы. То есть что-то, чего раньше не было на рынке или что-то, что раньше было недоступно компаниям или отдельным потребителям. Поэтому в этом контексте очень важно понять, каким образом потребители, это физические лица или компании, реагируют на любые нововведения в их жизни. В этой связи нужно вспомнить исследование Роджерса, который изучал поведение потребителей при появлении нового продукта. Важно помнить, что не все люди реагируют на инновации одинаково. Есть та категория, которая первой откликается на новые продукты или технологии, на любую новизну, и обычно их называют инноваторы. Для этих людей очень важно быть первыми, кто получит в свои руки новый гаджет или воспользуется новым сервисом. Основная мотивация у них — это попробовать что-то новое, протестировать это. И зачастую они готовы к каким-то ошибкам или сбоям в сервисе. Их это не волнует. Главная ценность, которую они получают, — это прикоснуться к чему-то новому. Таких инноваторов в любом обществе достаточно мало, всего несколько процентов. За ними идут ранние последователи. Для этих людей также очень важны новинки, но мотивация у них совсем другая. Они покупают новые гаджеты, пользуются новыми сервисами для того, чтобы поддерживать свою репутацию новатора. Для них более важен тот образ, который они создают в своем окружении, пользуясь новыми продуктами. И таких людей достаточно много, гораздо больше, чем инноваторов, но в отношении ко всему населению, в принципе, все равно достаточно мало. Третья группа или раннее большинство также достаточно благосклонно относятся к новинкам. Но мотивация у них тоже отличается от первых двух. Соответственно, они в основном заинтересованы в развитии своего бизнеса, а если это частные потребители, то они настроены сугубо прагматично. И поэтому они не купят ваш товар или сервис до того момента, пока он не получит надежную техническую поддержку и в случае чего не вызовет сбой в работе их компании. Следующая группа — это позднее большинство. Они покупают все продукты только после того, как на рынке появились явные стандарты и когда, в общем-то, продукт уже перестал быть новинкой. Последняя группа — это консерваторы. Люди, которые не переваривают инновации и, скорее всего, они никогда не купят ваш продукт, просто потому, что он появился в течение их жизни, а не раньше. Почему эта модель очень важна для развития нового бизнеса? Кроме того, что все люди относятся по-разному к инновациям, они по-разному тратят деньги на эти инновации. И помните, что прежде всего вы начнете работать с инноваторами и ранними последователями, но основную прибыль, славу и известность вы получите только, завоевав ранее большинство, потому что именно этот сегмент дает вам основные заказы и тратит значительные бюджеты на ваш продукт или сервис. Кроме своего отношения к инновациям, клиенты, как физические лица, так и компании, отличаются разным уровнем осознания своих проблем. И кто-то из них только начинает задумываться о том, чтобы улучшить свою жизнь или деятельность своей компании, а другие уже провели весь анализ, пробовали сами разработать решения и пришли к тому, что готовы заплатить хорошие деньги за то, чтобы решить, наконец, эту проблему. И вот этот последний сегмент как раз является для вас целевым, если вы только выводите на рынок свой продукт. То есть таким клиентам не нужно объяснять, зачем ваш продукт или пытаться продиагностировать их проблему, они уже готовы заплатить вам деньги. Кроме того, что мы уже обсудили, что еще важно знать о ваших сегментах, о вашей целевой аудитории. Во-первых, это размер и динамика. То есть для того, чтобы заработать деньги, у вас должно быть достаточное количество клиентов. То есть это должны быть не десятки энтузиастов, а сотни и тысячи платежеспособных клиентов. Ну или в случае коммерческих клиентов это могут быть десятки и сотни достаточно крупных заказчиков. Во-вторых, важный момент — это динамика. То есть если количество клиентов в сегменте постоянно убывает, то есть эти люди решают свои проблемы каким-то другим способом, с помощью других продуктов, скорее всего, этот сегмент не является для вас интересным. Кроме этого, важный момент связан с уровнем конкуренции. Молодая компания вряд ли сможет противостоять гигантам рынка, но если в каком-то из сегментов отсутствуют конкуренты в принципе, это означает, что сегмент не очень интересен, потому что наверняка другие компании рассматривали его в качестве целевого. То есть если у вас нет конкуренции совсем, задумайтесь, видимо, вы что-то неправильно понимаете про свой рынок и про своих потребителей. И последний момент, который следует отметить, это возможность компании удовлетворять потребности или обслуживать выбранных клиентов или выбранную целевую аудиторию. Если ваша компания способна создать такой продукт или сервис, который понравится данной целевой аудитории, то вы можете смело с ней работать. Если ваших ресурсов или компетенций не хватает, то попробуйте найти для себя другой сегмент. Сегментация важна прежде всего потому, что нельзя создать хороший продукт или сервис непонятно для кого. Вы всегда должны четко понимать, кто является вашим клиентом и какие именно потребности этого человека или этого бизнеса вы пытаетесь удовлетворить.